Всем добрый день, меня зовут Валерия, сегодня мы с вами поговорим про здоровье, а именно, как в домашних условиях мы с вами можем заниматься профилактикой старческой возрастной деменции. На самом деле, то, что я вам буду предлагать делать, является залогом того, что мы долгие годы с вами будем при здравом уме и при твердой крепкой памяти. На самом деле, мы с вами можем делать простые действия и тут важно наше участие, наше желание и немножечко времени. Например, тренируют работу головного мозга и нашу память банально, либо мы с вами крутим кубик Рубика, очень хорошая такая задачка. Мы с вами можем складывать пазлы не только вместе с детьми и внуками, но и самостоятельно покупать для себя игры и складывать вот эти самые пазлы. Кстати, пазлы еще тренируют пространственное вот наше такое восприятие мира и это очень хорошие игры не только для детей, но и для взрослых. Но на самом деле, вот то, что ближе к нам взрослым и то, что нас успокаивает и тренирует работу головного мозга и укрепляет нашу память, это банальное раскладывание пассианцев из карт. Поэтому, когда мы с вами раскладываем пассианцы, большинство женщин это дело для того, чтобы успокоиться, но это гармонизирует и стимулирует работу головного мозга и укрепляет нашу память. Поэтому 10-15 минут в день, когда вы раскладываете пассианцы, это не праздное тело, это способ и успокоиться, и потренировать свой головной мозг, и укрепить свою память. А еще лучше, если вы будете раскладывать разные пассианцы, тогда это будет еще эффективнее. Еще одна детская игра, которая очень хорошо стимулирует работу головного мозга и укрепляет нашу память. Иногда такую игру называют как наборщик. Если помните, мы с вами записывали одно очень длинное слово, а потом из букв этого слова составляли другие слова. Когда-то мы это с вами делали на время, когда-то мы с вами просто ограничивали себя, и именно нужно было составлять слова из тех букв, точнее из того количества букв, которые есть в этом длинном слове. А иногда был полет фантазии, можно было до бесконечности создавать слова просто из тех букв, которые есть в этом слове. Кто не в курсе про такую игру, напомню, например, первое, что мне попалось на ум, слово «народ». Какие слова из вот этих букв мы с вами можем составить? Например, «род», «дар» и так далее, «ар» и так далее и тому подобное. То есть сразу приходят на ум какие-то слова, и, соответственно, вы тренируете свою память. То есть проще записывать это слово, но иногда можно еще сильнее потренировать свою память, удерживать слово в уме, да, приблизительно видеть, да, внутренним, скажем, таким зрением буквы, которые входят в состав этого слова, и придумывать, придумывать слова. Причем вот этой же игрой можно заниматься не только в домашних условиях и записывать. И, кстати, записывать это очень хорошо, поскольку мы с вами тренируем мелкую моторику своих пальцев, да, рук это тоже стимулирует по типу обратной связи работу головного мозга. То есть тут все включается, и органы чувств, да, и мелкая моторика, и тренировка головного мозга, и нашей памяти. Поэтому отличный способ, но к чему я вела, да, в домашних условиях можно записывать, крутиться по домашним делам, записывать новые слова, которые вам приходят на ум, которые вы вспоминаете, а если вы, допустим, едете где-то в дороге, то действительно удерживать это слово в уме и придумывать новые слова, которые состоят из тех букв, вот того слова, которое вы первоначально задумали. Поэтому очень хорошая игра для того, чтобы простимулировать работу головного мозга. Но есть еще одна потрясающая игра, которой крайне редко люди занимаются. Это называется, ну, у меня даже нет названия, просто нужно придумывать синонимы к тому слову, которое вы загадали. На самом деле нам рекомендуется для того, чтобы сохранять здравую ум и твердую память, много читать. И нам ученые рекомендуют пополнять свой словарный запас. Так вот, когда мы с вами подбираем синонимы к определенному слову, мы с вами как раз-таки используем весь этот багаж чтения и лексикона своего словарного запаса. Вот смотрите, задачка вам такая. Вот сейчас, например, давайте я вам дам 20 секунд, и вы придумаете синонимы к слову волшебный. Время пошло. Слово волшебный. Я просто смотрю на таймер, ну, ограничивая вас во время, и вот какие синонимы вам приходят к слову волшебный. Все, время вышло, вот ваши слова с вами. Мне, например, то, что сейчас на вскидку волшебный, магический, чарующий, колдовской. И если бы у меня было больше времени, конечно, я бы все синонимы, да, вот этот мой словарный запас использовала бы по максимуму для того, чтобы найти синонимы к слову волшебный. Более того, вы, когда начнете над этим думать, вы сразу будете вспоминать, допустим, волшебник, да, как бы один из синонимов слова волшебный, да, сразу приход на ум. И шаман, да, и вот какие-то такие, и чаклун, какие-то такие слова, которые, они более, так скажем так, специфические, но тем не менее, вот это все помогает тренировать нашу память и быть нам в здравом уме. Поэтому и чтение, да, и пополнение своего словарного запаса, и потом игра вот в такая, подбери синонимы, это все стимулирует работу головного мозга. Ну и еще, что нам помогает вот в домашних условиях заниматься профилактикой деменции, как это не парадоксально звучит, это наши прогулки, да, ну вообще прогулки, они нас хорошо успокаивают, насыщают наш головной мозг кислородом. Да, причем не обязательно бегать, да, это могут быть пешие такие, неспешные прогулки, но что нам рекомендуют делать во время прогулок для того, чтобы укреплять свою память, да, и стимулировать работу головного мозга. Если у вас, допустим, есть определенный маршрут, но даже прогулкой можно назвать поход в магазин, вот вы идете медленно в магазин для того, чтобы скупиться, так вот, стимулировать работу головного мозга будет периодическое изменение маршрута нашей прогулки или даже нашего похода в магазин. То есть мы с вами привыкаем идти автоматически по какому-то маршруту и вот уже идем фактически в своих мыслях по этому маршруту. На самом деле, если мы с вами хотим потренировать головной мозг и укрепить свою память, нужно периодически маршруты менять, да, идем теперь не направо, а идем налево, да, а идем совсем другой дорогой. Пусть это будет чуть длиннее, но это будет работа головного мозга, поскольку мы с вами, когда проходим новые маршруты, мы всегда обращаем внимание на какие-то детали, да, а мозг тут начинает работать для того, чтобы исключить какую-то опасность, для того, чтобы мы что-то запомнили, да, особенно если у нас какие-то светофоры, какие-то дороги, чтобы мы были во внимании. Поэтому меняйте, пожалуйста, маршрут своих прогулок или маршрут похода в магазин. Но еще что мы с вами можем делать, и, кстати, вот это следующее упражнение во время прогулки, которое мы с вами будем делать, во-первых, помогает нам восстановить наше зрение, сразу анонс такой, да, во-вторых, это же упражнение помогает нам иногда избавиться от головной боли. Я вам дам ссылочку на видео, сейчас она будет в правом верхнем углу и в описании под этим видео. Этот метод используется для устранения головной боли, метод переключения, когда мы с вами, у нас нет никаких таблеток под рукой, или где-то мы с вами находимся в дороге, у нас начинается дикая головная боль, возможно, по типу мигрени, это действительно способ очень хорошо работает. Но сейчас мы говорим про тренировку головного мозга и про нашу память. Итак, вы выходите прогуливаться, и нам ученые предлагают остановиться, задержаться на какое-то мгновение, в каком-то месте, привычный наш маршрут, и внимательно оглядеться. И не просто оглядеться, а, допустим, зафиксировать, отыскать все предметы определенного цвета. Ну, допустим, вы остановились где-то посреди улицы, и ваша задача найти все предметы, например, красного цвета. И вот вы потихонечку, стоя на месте, оглядываясь, ищите все предметы красного цвета, красного оттенка, да, и их фиксируете. Еще раз, смотрите, во-первых, это стимулирует наше зрение, мы с вами то глаза ближе ищем, да, то глаза дальше, это отдых для наших глаз, плюс наш мозг с вами переключается. Если у нас была головная боль, вот таким вот образом, разыскивая предметы определенного цвета, мы с вами можем избавиться от головной боли. Нашли все предметы красного цвета, ищем предметы синего цвета, вот точно так же вокруг себя. Я прекрасно понимаю, что выйдя сейчас на улицу, особенно когда осень или голые деревья, ну, допустим, вы себе, вот желтая листва, да, и вы себе даете задачу найти предметы желтого цвета. Конечно, все должно быть на контрасте, попробуйте отыскать предметы, допустим, синего цвета, может быть, вы их не найдете, но за то время, пока вы оборачиваетесь и ищите эти предметы, ваши глаза работают вблизи, вдали, вблизи, вдали, и ваш головной мозг ищет, действительно ищет эти предметы определенного цвета. И это прекрасно тренирует и наш головной мозг, и, безусловно, влияет на нашу память. Так что берите себе на вооружение вот такие очень доступные для нас способы, которые можно применять и в домашних условиях, да, кстати, то же самое, вот метод ассоциации, да, переключения, вы можете у себя на кухне для того, чтобы потренировать свой головной мозг, да, тоже искать предметы определенного цвета. Вы готовите, но это все тренировка головного мозга. Так вот, еще раз, смотрите, очень простые способы, очень доступные, в большинстве с вами без всяких тренажеров, спецэффектов и так далее, и тому подобное. Главное, наше желание, наше участие, и тогда мы с вами действительно тренируем и свой мозг, и свою память. Так что берите себе на вооружение, пользуйтесь и будьте всегда в здравом уме и при твердой памяти.